Готовимся к празднику и ничто так не поднимает настроение женщине, как цветы. Вот сейчас и узнаем, какие букеты популярны, модно ли оформление и во сколько это обойдется нашим мужчинам, спросим у флористов. Очень удобный и достаточно бюджетный вариант – это вот такие миниатюрные композиции. Чаще всего их заказывают для корпоративных поздравлений. И еще востребовано как поздравление учителям, в детские сады, тоже воспитателям. Такой милый цветочный комплимент может стоить от 400 до 800 рублей. В преддверии женского праздника флористы делают их сотнями или даже тысячами, почти не прерываясь на перекусы и сон. Я сейчас даже боюсь представить, сколько денег я держу в руках. На самом деле это очень дорогое удовольствие, вот такая метровая сирень. Вот интересно знать, какой самый дорогой букет был заказан к 8 марта. Ох уж это женское любопытство, но в честь праздника можно. 56 тысяч. Это не самый дорогой, который мы делали, но именно за 8 марта. А нет, был еще три года назад за 78 тысяч. Ничего особенного, просто много роз. А который был за 56, там было очень-очень много тюльпанов и мимозы. Излишнюю перегруженность в оформлении букета большинство флористов считает издевательством над цветами. А использование драгоценных камней и другого дорогостоящего декора – дурным тоном. Красота в насыщенном цвете, в плотности бутона, в тонком аромате. Кстати, возвращаясь к бюджетным вариантам. Это гиацинт, он еще распустится и будет шикарный просто запах, аромат. Ну что ж, мужчины, выбор у вас есть на любой кошелек. И не забудьте вложить в букет вашу любовь, тепло и на всякий случай какой-нибудь сертификат. Мариана Гейт, Андрей Третьяков, Хабаровск, События.